О, теперь у них все очень даже неплохо. С нагой будут разбираться, когда левел появится, когда левел появится у венги, потому что третий на седьмой минуте это несерьезно. Как раз я и говорила о том, что венга это такой слабвайт, которому левел особо сильно не нужен. То есть даже когда у нее имеется слаб, он первого уровня не особо решает, там не такой большой рейндж. Атака опять же в виде. Сейчас будет пытаться спалом Дускара, но не дотягивается энгаз футаном. Хейст на топе, который заберет у нас Дускар. Возможно попробовать с этим Хейстом просто сбегать на базу по регенице. Паз, баунти, а потом поревелиться. За паунти и пойти на топ? Ну ладно, за паунти просто клавите. Очень большой плюс СФ в том, что как бы его сильно не гнобили в начале, все-таки фармит он все равно очень быстро. Особенно за счет стаков и так далее. Но стаки сейчас делают гораздо реже, все-таки не так удобно. Но он должен просить своих саппортов. Лина вместе с Вингой в смоках это выход на Нагу Сирену. Но Нага Сирена как бы знает, чем дело запахло. В Меделине нет. Пойду-ка я отсюда. Правильное решение. Прям настолько далеко встал, что он говорит, меня точно не взять. Центральную башню силы тьмы атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Прямо здесь прикрепился путь. Ну, в смысле, это ничего удивительно. То есть будет можно найти опрос, как будто бы. Нижнюю башню силы света атакуют. Да, это очень хороший артефакт. Но, видите, саппорта страдает. Это же очень маленький левел у БХ. Очень маленький левел у Вингии. И где-то им этот левел нужно взять. Лучшее решение проблемы это убить вражеского героя самым большим левелом, самым большим нетворцом. В данном случае это Нага-сирена. Нага-сирена уже проигрывает в Делине и Кентавру, кстати. Но, тем не менее, из-за нее как раз будет отдаваться самое большое количество экспириенций золота. Ну, и СФ, в принципе, тоже. СФ, кстати, первым артефактом собирается привести себе ветра. Рейн-клопер. И СФ, в принципе, Кентавра пытается убить легионку. Родной легионки на БХ подходит все до Луна. Разберутся с Тускаром в любом случае. Тускар пытается манить, но недолго у него получается это сделать. И дабл-кил для Кентавра. 2-5. Легионка, кстати, про легионку я достаточно мало вам рассказала. Плюс в том, что не так много она нафидела. А Мин, да еще и вот урон все-таки за дуэльку заработал, за первую свою. На БХ как раз. Нагазин много песна. Сейчас уже прокачает. Аркейн руна на Луне. Очень приятная руна. Да, конечно, пропала Лина из пиков, понятное дело. Рейндропы те самые. Очень этого персонажа контрили. Да и в принципе и сейчас контрят. Сейчас хотя чуть-чуть подняли. Уже скалой появляться. Ну что ж, нападение на Пускара. Выходит сюда Луна. Не жалеет Эклипс. Достанет Лиана до ССФ. Рядом находится БХ. Замедление. Еще буквально один бим. На бим хватает маны. Переключает ПТ на интеллект. Но замешкалась. ССФ зафармил в лесах. Замедление открылся на Мейден. Забрали только Тускара. Кентавр уже скоро произойдет Сенебелинг. Ну если сравнить. Совсем плохо. Допустим, хотя бы как-то держится. Та же вот Луна и Нага примерно одинаково стоят. Лина и ССФ тоже более-менее. Но ССФ и Легионка различие получилось огромное. Разница получилась огромная. Кстати, обратите внимание, как Луна поступает. Луна это опять же то, как она будет в БХ. В БХ ничего страшного. Опять же, единственный неприятный момент. То, что у БХ до сих пор нет шестого левела. Вот это беда, беда. Но особо немного не делают. Должны все-таки подавить его в Торжестой. Дать его убить кого-то, либо пойти. Линию дать поставить хотя бы чуть-чуть. Например, внизу. Здесь как раз в центре нету. Потому что в арке есть. Смаки от Айджи. Транклирую на Ванжифл Спирит. Или Лина. Лины немножко не хватило до 11-го лавала. Кентавр с даггерами. Должна сейчас как раз быть реализация даггера. Тут все-таки. Пускар спрятался и сразу делает телепорт. Выход провалился. Однако можно забрать Тавр. Много персонажей Тавр собирать будет достаточно сложно. С каждым героем понятого уровня увеличивается на 2-й патча. И калонка пытается откидываться на таган. Здесь особо не покидываешься. А если еще близко слишком подойдет, что видели силы свердого кентавра и таггерами. Так. В это время у нас нападение прям под Тавр. От ноги сирены Тускара. Теперь уже есть веселье. Спокойно улетает на базу. Падригенится. Ну а это всего лишь БХ. Он сейчас последнее место по натворцу занимает. Не дают ему все-таки шестой земли. Как вообще? Ведь легионка, посмотрите, подкидывается. Так и достаточно неприятно. Но Тавр все-таки забирает. Вета разрушена. СФ Драгонлендс. Укатывается на кентавра. Если что, у кентавра имеется скампины. Он подходит сюда, не на ультимейт. Почему же? Честно, я не поняла, почему она не дала уйту. Она бы его 100% убивала. Но, скорее всего, просто побоялась, что потом ее убьют. А в это время легионка погибает на топе. Дает тот самый шестой уровень для Баунти Хантера. Ну и 4, 7. Теперь уже фраги пойдут с треками. А у Наги тем самым призутят. Тем временем появляется Сакрик. Считаем, с 7 минуты. Курьер Сил Света будет уйти. Курьер Сил Света будет уйти. Спасибо, Баха, за эту условию. Нижнюю башню Сил Света. Он тоже очень герой хорош. Но, на самом деле, неплохо. Я ежик так лопает. Треки. Курьеров подрезает. Нижняя башня Сил Света разрушена. Тау разобрали. Смотри, как вы знаете, сатана немножко меньше. Сатана не вижгается. Не 160 балды, как раньше, а 120. Бубоко. Ну, сложно, сложно. Ну, Бубоко исполняет функцию варда. Однако, функция Фидера также включена. Он подчастливал 6 из 7 фрагов. Сам 4 раза умер. Так, из него как раз очень мало денег дают. То есть, ему хотя бы плюс в том, что дает. Он забирает Тавр. Драгонлендс на Эссефе. Следующим артефактом набирает у себя себе Драгер. А в это время нападение на более важного персонажа, на Легион. Также забирает Систелл Мейнен. И выкинем Скрейс Лекин Тавра. Теперь в Миди Тавр можно было бы забрать. В Миди Тавр сами Айджи потеряли. Ну и очень здорово забрать этот Тавр. Потому что все понимают, что Т1 в Миди это стратегически самый важный Тавр. Подходит сюда Эссеф. Пытается задоноить. И... Мило это получается. По-моему, отменил. Чистичку. Либо она пыталась законтрить пичку Эссефа. Но там что-то пошло не так. Так, вот потом появляются Улины. Подходят все регенеции Шрайна. Время Луна также продолжает фармить. Так вот, по поводу Луны мы не обсудили. Луни всегда собирался в Доминатор Тавр, отродясь, да? И здесь, посмотрите, ограничивается Маск оф Мэддис. Делайте репорт на бот, когда команда собирается драться. Первый, кто встреет, это как раз Эссеф. Эссеф без шанса погибает. Еще и подтреком на троих персонажей. А в это время Лина разбирается с Ола, с Тускаром. Сразу получается сделать минус 2. А Луна такая подумала, зачем ей идти, если команда, в принципе, сама справляется. У нее в любом случае Экликса не было. Решила разобраться пока со стаками. Это три стака, опять же, денежка капает. Едет время для фарма. Но один из плюсов команды Ехомкин, это... Вот он. Вот тот самый артефакт у нас на Нагисере не имеется. Конечно, еще это... Ну, Рейдингс приятно, но это не тот артефакт, с которым... Ну, что, я и Барс пошла. С которым мы его вообще никак не убили. Тут еще много-много вещей надо собирать. И, конечно, первым, чтобы более мобильным, играть на насилие на себе. Тревелла. А дальше он доставил Октарин, Бабочка. Так, доставил Октарин, Бабочка. Ну, там, старость должна быть. Когда-нибудь пригодится. Тараска. Что? Невидимость. А вот и минус Ускар. Трев на двоих раздевели. Можно дальше идти по Скану. Да, Скану был проюден слишком поздно. Фарт еще поставили. Лина, следующий май, там, как и Бабока на Сафарте, делает себе Лотар. То есть, мы уже на 9-9 этажа через Лотар. Бабок на Сафарте, но Лотар пока, в принципе, на закупы литичны. Венжифл Спирит урна. Будет более плотный. В общем, мне очень нравится урна в целом как артефакт. Особенно для пуша, когда вы планируете пушить от 25 до 30 минуты. Да вообще, на любой стадии игры урна очень хороший артефакт. Может, там, в супер жестком лейтсейк. Нет, но в целом. Нижнюю башню Сил Света атакует. Опа. Анатопия, не знаю, у нас убивают. Потратили на него целых 3 ультимейта. Ну, Легионка выиграла Дейль. Да, Легионка выиграла Дейль. Раскидываются треки. Ну, Легионка сможет их снять при необходимости. Прыгает, а Дейльки-то нет. На самом деле, сейчас это... Что? Что? Ой, Легионка. Ну, она ошиблась. Я просто не ожидала. Ну, то здесь Лину можно попробовать забрать. Однако, отличный свапор. Понятно, что был спирит. И Лина, беги. Беги. Закрывает ее Тускар. Не закрывает ее Тускар. Ну, как же. Вот бывает. Неприятно. Винга пожертвовал своей жизнью. Однако, Лина живет. И это, конечно, гораздо более приятно. Отличная. Волплейт. Ванжево. Теперь. Ванжево. Тоже все-таки имеет анимацию своей сирены. Своей песни. И слишком быстро погибли. Погибла Легионка. Кентавр собирает себе. Кстати. Вот это очень интересно. Кентавр собирать первым айтем. Ну, тоже уже третьим айтем, на самом деле. Не Аганим, а Тарасу. Мы настолько уже привыкли видеть Аганим на этом персонаже, что это. Тараска? Да, понятно, хорошо. Дальше ее делают очень многие. Но все же после Аганима. Здесь Кентавр решил этот артефакт пока проигнорировать. Что, кстати, интересно. Ну, в плане... Не то, что необычно. В любом случае, хорошо. Да, его подпиксили, но не подпиксили. Прощай, Тускар. СФ, СФ. Более важная ситуация. Здесь СФа надо ловить. А у СФа есть лотар. А трек Баунтер Хантер повесит не успел. В это время СМ-ка во вражеских лесах собирает себе денежку на Мидас. Надеюсь на то, что у них получится затянуть игру в Лейб. Как раз на этом сейчас весь расчет, что начнет Мага Сирена творить всю вот ту грязь, которую она может делать. Но дадут ли ей столько времени, это другой вопрос. Сейчас для IG, в принципе, такое начинается с золотое... золотое время. Они сильнее, чем Мага Сирена. Потому что Мага там Акторин и нет Монты. Они могут позволить тебе попробовать пойти забрать Рошана. Но с Рошаном немножко сложнее, потому что все-таки Мага Сирена против Рошана играет очень здорово за свои песни. В то время СМ-ка вспряла. Слишком уж нагло она фармила вражеские леса. Ее за это наказали. Но самое главное, Мидас купила? Мидас купила. Все было не зря. Луна 4000 золота имеет. И вот как раз с появлением бабочки, наверное, можно будет идти вперед. Каба-каба игнорирует. Каба-каба игнорирует. Легионки. Дальше что по... Ну, в принципе, все вы уже видели. Все мы с вами обсудили. И момент, когда всем нужно дофармить свои айтемы. В данном случае нагих много. Луна это как раз бабочка. Кентавр это Тараска. Алине уже что-то должно лететь. Это Травлана. Пытались... Ну, Алина вовремя отошла. Вверх негаль. СФ, конечно же, БКБ. В принципе, для БКБ уже не так много. Бубоко сплитит. На Баунти Хантере. А что делать? Тихонаги сирены. На ком угодно надо сплитить. Если есть возможность, хотя чуть-чуть линии протолкнуть. Скан попадает по СФУ. Вот, да, теперь знают, что здесь кто-то есть. Хейст боты. 17 зарядов в Блокстоуне. Вот и бабочка. Ну что же. С бабочкой, как я говорила. Где Тараска есть? Тараска... Тараска уже есть. Осталось ее только принести. Ну, если после Тараски ехали собирать себе огонь. Как бы это... Вот, я не знаю, что это опять. Но это трек и фраг. Трек и фраг. Потом для Макурина. Он же набирает. БК12 левел. Кстати, как Кристал Мэйден по левелу. Но сейчас он уже потихонечку, помаленечку. За счет треков будет выше. Кристал Мэйден как раз еще одержалась там. Из Миндаза. Может немного, но... Теперь... Теперь это опять же время для того, чтобы пойти и забрать Рошана. Но помним, что много сиренов после треков отдавайте мне. Ну, ни в коем случае. Если это вдруг просто как Рошана, то... Аль-Джи пойдет на ХГ со своими героями. Карту. Сейчас мы готовы у вас вместе с Легионкой. Прыгает Легионка как раз на того, кому он выжил. Но Легионку разрывают очень быстро. Легионка управляет на Таберну. Берлинга все-таки смогли одолеть. Ультует Кристал Мэйден. Ультует, простите, Нагасирена со своей песней. Размет пока один, два. Тускара и Легионку на луну. И что дальше? Нагасирена должна еще и с БК расправляться. Но БК просто привлекает на себя внимание. Здесь в это время разобрались еще с Кристал Мэйден. Теперь Кентавр. Следующая цель. Но Кентавра убить посложнее. Кентавр. Кентавр. Буквально один удар остается. Сэф, который украл Айгис, чувствует себя превосходно. И Хом Кин подрались для себя очень даже приятно. Да, вот размен вроде бы кажется 3 в 2 в пользу для Айджи. Но они потеряли Тускара, Легионку и Сэф. Это вообще ерунда. Тем более там Легионка уже много раз погибала. 1 в 6 ее счет. В любом случае они забрали Луну, которую у Мэла первый раз. И она 19 уровня первое место по Нетворцу занимает. То есть у нее просто... О, ему денег дали. Ну и самое приятное это то, что Сэф забрал Айгис. То есть теперь, если бы забрали Айджи и Айгис, они бы прям по миду пешочком пошли и начинали бы ломать. Сейчас они подумают. Луна не потратила Эклипс. Это какой-то плюс. Теперь ждем, когда у нее появится БКБ. БКБ на Луне. Опа, Бубока. Бубока-бубока. Ну, Бубока, он как бы умирает. Неприятно, что он умер против Легионки, подоив ее дуэль. Но все же он очень много делает работы. У него сколько вот ассистов? 3, 6, 12. 15 из 19 фрагов поучаствовало. Очень много фрагов было. Вот на цемку находили по смеянам, но он с линой делает, постреляет кентавра. Вот этот фраг, на самом деле, это... Его, конечно, будет долго убивать, но его когда-нибудь убьют. Тоже с песней не пожалею, что у него будет кентавра. Долго убивали, но убили, да? Я не понимаю, зачем он здесь фармил. Аля что-то Кристал Мейден, который я фармила во вражеских лесах. Но, простите меня, кентавр по Натворсу опережает СФ-а, а Кристал Мейден, она там на дне где-то. За него вообще ничего не давали. Поэтому, чтобы потерять Кристал Мейдена, потерять СФ, разница чувствуется и очень серьезная. И СФ-чик, СФ-чик. Будли пытаться цеплять с вам второго уровня. Можно было бы попробовать, но побоялись. Хотя, в принципе, они могли это делать, потому что Тускар был на топе, Лебенка тоже где-то внизу тусила. Аигас пропадет через 2 минуты. Второй конец. И вот выбор айтема СФ меня удивил. Саша, Яша. А это, может, немножко другие айтемы будут. Ну, например, честно, я вообще думала, что это будет Скази. Можно Бабочка. Бабочка тоже смотрится очень круто. Ну, вот Скази, Бабочка. Допустим, Скази, Бабочка, да. Потом до Смиренгрейд, тут до Пики. Ну, Саша, Яша. Артефакт неплохой, но это больше не для Лима. Так. Легионка в это время погибает от соло Лины. Лина сейчас говорит, ты Сэмка не знаешь, что делаешь, но в любом случае мы здесь забираем. Сэмка пожертвовала на своей жизни, чтобы просто перекрыть путь к отходу света укрепили. Ну, а Лина приобретает себе Линкен в сферу. Опять же, против Легионки здесь необходимо. В это время Луна с Божьейд забирают последний внешний Тауэр. И так как нет двух персонажей, можно позволить кентаврам чуть-чуть подвыковать. Нет Лиффа, это будет, если это будет очень быстро. Лина Ресмала защитная из Чекунды, так как она, скажем так, у нас с Блокстоуна была большим количеством заехал в Блокстоуне. И Блокстоун был потрачен не просто в пустоту, а в пустоту Блокстоун. Аегис выбили очень быстро, но он сразу должен закончиться. Пускавр врывается, врывается на свою смерть, прыгает Легионка, Легионка растастовывается, дает дуэль, однако на самом деле эта дуэль была наверное не самой положительной не знаю даже как сказать. Вот что это было? Пускар сначала первый полетел, просто так отдать Аегис, сон вообще в пустоту был потрачен, то есть они не знаю, время потянули, сейчас Сэр погибнет после боевая, шикарная идея так сделать. И Яхомкин вроде бы имея уже более-менее нафармливанную ногу сирену, конечно, еще там не шестью слотами, но хотя бы с чем-то отдает игру за считанные секунды, имея на руках Аегис. На этом в принципе все. в целом, опять же, они боролись, вот не было, что прям на предыдущей карте они больше боролись, здесь уже и линии были пожестче, получше отстояли иг, айджи, бабокова на себя все внимание привлекал, ходил, как, знаете, вард ходячий, как называют Балтихантеров, мне все-таки нравится, как играют с БХА, китайцы используют, умеют с ним играть. Опять же, только один раз Луну убили, Нага Сирена вообще ни разу не умерла, и но трон то она потеряла, но трон потеряла. Легионку очень много смертей, Тускар опять же себе не показал, но все-таки мне он не очень нравится как герой. Ну, что же, и 2-0 в пользу айджи, но это было ожидаемо изначально, потому что айджи в принципе априори считались более сильной командой, то есть являлись явными фаворитами, но ге-хомкин немного не хватает еще, даже не то, чтобы немного, просто не хватает. На этом мы на сегодня не заканчиваем, потому что секундочку я вам расскажу, что будет дальше. Сегодня опять будет работать для вас целых три канала, дальше на этом канале будет у нас продолжение ТПЛа, нет, простите, продолжение ТПЛа будет на третьем канале, на этом канале Техас Лос было для вас комментировать Манила Мастерс китайские квалификации, на втором канале у нас также будет Манила Мастерс уже от Майла вместе с Форсом, ну и на третьем канале будет продолжение Лики Лики ДПЛ Мастерс